Льготный? Карту ОМКО принимаете? А банковскую? А за наличные сколько? А я студент. Нескончаемый поток вопросов выплескивает пассажир на водителя. Что в автобусе, что в маршрутке. А департамент омского транспорта напоминает передачу «Что, где, когда». Потому что непонятно, кто за сколько возит и когда все это кончится. Когда наступит та пора, когда все граждане смогут проехать на любом транспорте по единому регулируемому тарифу и расплатиться любым доступным способом. Ответ держит директор департамента Александр Вялков. Такой датой определено 1 января 2020 года. То есть 1 января 2020 года все будет. Хорошо! Хочется закончить фразу за председателя комитета. Но среди народных избранников слышны возгласы «не верю». Однако дата названа, будет чем утешить электорат. Кстати, жители Николаевки регулярно обращаются к Дмитрию Лицкевичу. Просят пролоббировать другой вопрос – увеличить интервал пересадочной карты. Из-за пробок и разбитых дорог они не укладываются в 45 минут. Не успевают люди в этот интервал уложиться. Поэтому много обращений по поводу увеличения срока действия до 1 часа как минимум. 45 минут – большой срок, заметил Вялков. В соседних регионах на пересадку дают меньше. Мы делали свою аналитику, и мамочки успевают за этот период увезти ребенка в садик и вернуться. Поэтому за один билет. Нужно подсчитать экономическую эффективность, держа в уме скудный городской бюджет. Вступился за Вялкова Виталий Путинцев. Так вечерние перевозки тоже не окупаются. Что ж, теперь вообще убрать городской транспорт после 20.00? Возмутились депутаты. Его и так не дождешься. Как на муниципальном транспорте, так и на частном. Просто увеличиваются интервалы после 8.00 для того, чтобы обеспечить экономическую целесообразность. В итоге после 8.00 вечера на дорогах остается 60% общественного транспорта. После 9.00 – 40.00. Редкий автобус встретишь на остановке после 22.00. Ночной рейс, который на той неделе активисты предложили мэру, тоже плохая идея, заключил господин Вялков. Эта инициативная группа заявляла, что наши горожане готовы платить по 100 рублей за проезд в таком автобусе. Я очень сомневаюсь. Мы понимаем, что у нас ночью есть определенная конкурентная среда в виде такси. И на такси можно за 100 рублей проехать практически из одного конца города в другой. Но со 100 рублями Александр Леонидович перегнул. Например, из нефтяников до ЖД вокзала таксист довезет за 250. Зато чиновник внятно пояснил парламентариям, как будет спасать провальные маршруты. Если частный перевозчик внезапно откажется исполнять транспортный долг, муниципалитет быстро найдет другого. Выдаст разовое свидетельство на 180 дней первому согласному, чтобы люди не остались стоять на остановках. А какие-то критерии к нему будут предъявляться? Или человек пришел со стороны, в принципе, и его поставили на маршрут? Если этот пакет документов будет соответствовать требованиям организатора перевозок, то он получает право на осуществление перевозок на 180 дней. Четыре месяца дается на то, чтобы провести конкурс по всем правилам. Тут в честности департамента усомнился Дмитрий Петренко. К моему мнению, под монастырь, так сказать, можно подвести любого перевозчика. Если рассматривать подзаконодательные акты в совокупности, получается, департамент вырабатывает механизм, как неугодных перевозчиков, добросовестно выигравших конкурс и закупивших технику, объяснить в сторону, а ввести перевозчиков, которые за дверью с конвертом стоят. С бесконечными конкурсами, дележкой денег департамент транспорта забыл свои прямые обязанности, резюмировал детали путинцев. А как же дорожная сеть? Я могу вспомнить директора департамента, который последний занимался этим. Это был Осинский. На мой взгляд, один из лучших был директоров департамента транспорта. И после этого, так сказать, дорожной сетью вообще никто не занимается. Как увеличить пропускную способность дорог? Сколько должна гореть пресловутая зеленая стрелка? Почему дополнительный ряд при повороте налево есть только на Иртышской набережной? И что, в конце концов, мешает департаменту транспорта обратиться за помощью в Сибади? Заседание горсовета намечено на 10 апреля. Там изменения в проект решения должны принять окончательно. Анна Рыбина, Максим Баринов, Антенна 7.